Ребят, сегодня у меня для вас короткое видео лайфхак, как максимально быстро и легко определить цветовую маркировку резистора и заодно маркировку SMD резисторов. Все просто, не нужно запоминать все эти цвета радуги, хотя там тоже есть лайфхак. Просто по ссылке в описании заходим на сайт радиомагазина ChipDip и у них есть отличный простой наглядный калькулятор, с помощью которого мы сможем быстро определить по цветовой маркировке номинал резистора, точность и мощность. Для примера возьмем такой китайский резистор, определим его параметры. Итак, считаем сколько у нас колец на резисторе, в нашем случае их 4, значит выбираем на корпусе 4 кольца. Располагаем резистор так, чтобы кольца тянулись к левой стороне корпуса. И нажимая на полоску выбираем цвет, первое кольцо у нас желтое, второе кольцо фиолетовое, третье кольцо коричневое и четвертое определяющее точность, то есть допуск у нас золотое. Калькулятор быстро сам все посчитал, что номинальное сопротивление резистора 470 Ом, допуск 5%. Ну а мощность тут есть шпаргалка, как ее можно определить на глаз. Просто смотрим на резистор, оцениваем сколько его длина, можно даже замерить линейкой и уже видим, что резистор у нас около 6 мм, значит номинальная мощность его 0,25 Вт. Давайте проверим сопротивление мультиметром и как видим оно совпадает, по допуску проходит. Ну и давайте еще узнаем параметры пятикольцового резистора. Для этого уже ставим кружочек на корпусе 5 колец, тут резистор располагаем так, чтобы широкая полоса была слева. И также начинаем вбивать цвет колец. Коричневый, черный, черный и далее у нас два коричневых, это множитель и точность. Калькулятор выдает нам сразу сопротивление в 1 кОм, точность у такого резистора уже 1%, мощность мы уже знаем как определять. Смотрим, что он такой же длины, как предыдущий резистор, значит 0,25 Вт. Также давайте проверим наши данные на мультиметре, режим измерения сопротивления. И вот у нас получилось практически 1 кОм, допуск 1%, в нашем случае это плюс-минус 10 Ом. Все хорошо, резистор рабочий. А если хотите больше радиолюбительских лайфхаков, различных схем и интересных устройств, подпишитесь на наш телеграм-канал Веселый Электрончик. Ссылка тоже будет в описании. Ну а теперь давайте быстро попробуем определить маркировку SMD резисторов. Они слишком маленькие, чтобы на них писать номиналы, поэтому маркировка содержит всего 3 или 4 символа. И как раз эти 3 или 4 символа вбиваются в это поле. Для примера давайте посмотрим маркировку резисторов на этой плате. Вот, например, резистор с надписью 102. Вбиваем ее. И нам сразу выдает, что это резистор на 1 кОм с допуском 5%. Типоразмер, здесь тоже есть лайфхак, как определить. Тоже можно линеечкой померить длину резистора и другие его размеры. Определяем, что типоразмер нашего резистора 0,8-0,5. Посмотрим, что за резистор. Здесь рядом с маркировкой 5,6-1. Это резистор на 560 Ом, допуском 5% и таким же типоразмером. Все быстро и просто. Также вот интересный резистор с надписью 0. Тоже посмотрим. И это резистор на 0 Ом. Что это за такие нулевые резисторы? Я уже рассказывал на канале. Можете посмотреть в отдельном видео. Ссылки на эти калькуляторы я оставлю в описании под видео. Пользуйтесь. Это может сберечь ваше время. На чип и дип, конечно, хорошие калькуляторы, но покупать радиоэлементы там, конечно, относительно дорого. Поэтому, если вам нужны резисторы, практически любых номиналов от 0 Ом до мега Ом, различных номинальных мощностей, SMD резисторы. Да что резисторы? Практически все радиоэлементы, конденсаторы и транзисторы. Все это выгодно покупать на Алиэкспрессе. Ссылки на выгодные предложения оставлю в описании под видео. Оптом на распродажах всегда брать дешевле. Также оставлю ссылки на полезные инструменты, мультиметры, паяльники и различные приблуды для пайки и изготовления электронных устройств. Если вам понравилось сегодняшнее короткое видео, поддержите его лайком, это помогает нашему каналу. Также напишите в комментарии, интересно бы вам было посмотреть на другие лайфхаки по маркировке других радиоэлементов. Пишите также, на какую тему вы бы хотели еще видео на канале. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш YouTube канал Радиолюбитель ТВ. Впереди еще много чего интересного из мира радиоэлектроники. Ну а я с вами на этом пока прощаюсь. Всем пока.